Всем привет! С вами Арти, и это новое обновление в игре Demon Slayer 3. Я уже, честно, соскучилась по новым подземельям, поэтому очень-очень-очень-очень рада тому, что есть новое какое-то испытание. И это группа Демной Тюрьмы, которая открывается после достижения продвижения. Можно войти в команде и до 4-х человек, и получить награду, как всегда, в принципе, 1 раз в неделю. Без награды можно заходить сколько хотите. Подземелье довольно большое, но здесь находится всего лишь один монстр. И у нас такое вот необычное окошко, в котором нужно бросать кости, чтобы напасть на определенного монстра. Здесь бросаем кости, у нас есть 1-2-3 хода, милпл-3, и я нападаю на босса. Есть разные цвета босса, сейчас покажу, что это отвечает. Чем больше вы убиваете босса в одного цвета, тем больше шкала заполняется, и тем больше у вас будет награда. Если вы не заполните шкалу, вы не получите двойную награду. То есть, объясняю, что каждый цвет, то есть, вот каждый босс, есть у нас по 3 босса каждого цвета. Синий, оранжевый и зеленый. То есть, убив 2 босса, например, вы получите 2 сыночка. А убив 3 босса, вы получите 6 сыночка. То есть, награда будет удваиваться. Поэтому, очень важно пройти, чем больше монстров. Они не сложные. Видите, что надо их сбросить снова, когда в пустой лечеечке. Так, профи. Профи нам добавляет 1 попытку профессионального какого-то броска. Этот бросок мы можем определять самостоятельно, какого количества кубиков мы можем двигаться. То есть, 1, 2 или 3. Не рандомно, а сами себе выбрать. Это очень удобно, когда нужно пропустить босса главного, чтобы пройти воспитание дальше. Видите, что у меня появилась профи-попытка. Дальше у нас есть еще хилер. Во время события, видишь, что на нее здоровье не пополняется. Никто не надкусывает. Но если вдруг кто-то вас ранен, то на хиллере можно восстановить здоровье. Здесь мы также убиваем. Рисковать я с пропуском босса фаром-домным не буду, потому что я уже устала перезаписывать. Так, бросить опять. Видите, что я всего мало босса прошла, а хочется больше. Вот, начать сначала. Это очень хорошо, потому что я могу дальше проходить босса. Можно начинать сначала множество раз. Как только вам либо повезет, либо вы нажмете кнопочку бросить. Я пока не хочу нажимать, я хочу побольше проходить так, как и есть, по набивателям. Максимально в сундуках можно получить 18 штук обычных и один сундучок за главного босса. Что находится в сундучках, честно, я не знаю. Я пока не собирала, хотела это сделать вместе с вами. Так, что еще у нас тут есть? Ну, в принципе... Не знаю, сказала я или нет, что этой рулеткой отправляет глава отряда. Если у вас босс уже убит, вы его просто пропускаете. То есть не сражаетесь заново. Вот, неплохо. Ну и, наверное, еще раз про рейду быстренько круг, чтобы получить чем больше сундучков. Потому что чем больше сундучков мы получим, тем больше у нас будет возможность посмотреть, что там и разная ли там Неграда. Так. Раз, два, три. Так, мне нужно профи. Сейчас я беру профи и бросаю один кубик. Чтобы начать сначала. Дальше я хочу... Опять профи пускаем вводит. Ну, я награду уже зеленой получила удвоенную. То есть, как бы, уже как минимум сундучков шесть. И, наверное, семь-восемь у меня есть. Сейчас посмотрим. Так. Хотя бы синий понабить. В идеале, чтобы получить побольше, побольше. Ну да, шесть. Да, чуть пусть. Давайте ещё один круг. Ну, не везёт, но это уже больше меня в профи нет, поэтому как и есть, так уже пройду. Скажу, что главного босса не обязательно пропускать. Возможно, вы его и рандомно пропустите, но я уже снимаю пятый или шестой, а может восьмой раз видео. И мне постоянно, когда хочу рискнуть и пройти босса на рандом, у меня почему-то получается так, что я попадаю именно на него. Можно бесконечное количество раз вот так вот крутить. Главное, как там либо повисит, либо хватит кубика. Так. Мне бы на синенькую, вот я была бы счастливой. Вообще, как всегда, попаду куда-то туда. Ну, конечно же. Ну и на босса, наверное, да? Ну, кто бы сомневался. Тут шанс попасть на босса прям очень высокий. Я его пролетела, по-моему, только один раз была. Ну, что получили, то получили. В принципе, босс тоже не сильный. Так. По сравнению с другими проблемами в ДС, он такой себе. Скажем. После события вас выбрасывают сразу же в подземне, то есть в зал. Вы можете, например, нажать кнопочку отмена. Ну, вот. Но, когда вы будете нажимать опять-таки в часть вторая прохождение, здесь у вас есть доход. И вы можете собрать. Мы на одном и соберем. И что же мы получили? Пошлите посмотрим. Где же мое все добро? Так. Чистим, что хорошо видно было. 8 миллионов золота. Так. Осколок души дракона. Копыта. Что-то не очень. Так. Это, походу, для каких-то не... Для средних игроков, которые еще прокачивают все это добро. Но, в принципе, довольно неплохо. Как-то я играла, чтобы мне по 8 миллионов сундучка довольно было бы счастливым. Так. Ну, какое-то такое подземелье. В принципе, сам механика по себе очень интересная. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Приходите к нам на еженедельные стримы. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И задавайте, конечно же, вопросы в комментариях под видео на форуме. Я с радостью отвечу, если вы что-то не увидели, что-то я не так сказала. Я всегда буду рада вам помочь. На этом все. С вами была Лилия Арти. Специально для канала РБК Геймс. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Выигрывать монеты ежедневно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok